Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. В последние дни фамилия действующего президента Франции не покидает заголовок СМИ. Эммануэль Макрон зачем-то решил стать главным лоббистом идеи отправки в войск блока НАТО «Сами знаете куда», которая может привести к прямому военному столкновению с Россией. Французский лидер бы желал поиграть в Наполеона. Поэтому, когда президент, боящийся фермеров в собственной стране, начинает строить из себя полководцы мирового масштаба, это говорит о том, что решение практически принято. При этом Макрон решил сохранить себя в политике и после окончания второй президентской коадеции пересесть в какое-нибудь другое кресло в Евросоюзе или НАТО. Франция создает альянс стран, который в теории готов отправить свои войска в страну У. Крайне озвучены идеи президента Франции Эммануэля Макрона, открыты. Литва, Польша и Чехия. Об этом пишет, например, издание «Политика», без ссылки на источник. Издание обратило внимание на визит в Литву министра иностранных дел Франции Стефана Сужерна. В минувшую пятницу, 8 марта, он встретился там со своими коллегами главой МИД Литвы и Украины. Во время пресс-конференции Сужерна заявила, что иностранные войска могут помочь стране У с разминированием, но не сведением боевых действий. Франция создает альянс стран, открытых для потенциальной отправки западных войск в страну У и в процессе усиливает свой конфликт с более осторожным Берлином. Издание также напомнило о том, что многие страны Европы, в том числе Германия, отвергли идею Макрона об отправке войск на У. При этом отмечается, что Чехия и Польша уже изменили позицию. Так, 8 марта предложение Франции поддержал глава МИД Польши Родослав Секорский. Присутствие сил НАТО в стране У не является немыслимым, говорит он. Напомню, что ранее французский лидер не исключил возможности отправки западных войск в страну У. Об этом он заявил по итогам саммита в Париже. Также французский лидер напомнил, что многие люди из страны ранее говорили «никогда» и исключали отправку танков, самолетов и ракет. Но все возможно, если это полезно для достижения цели. На этой неделе президент Чехии Петр Павел призвал продолжить дискуссию об отправке западных войск. Ну а что думают зрители канала ТОП-Армии по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.